Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Человек выступила против мусульман. Узнав об этом, посланник Аллаха, да благословит его Всевышний и приветствует, посоветовался со своими сподвижниками по поводу дальнейших действий. Старшие по возрасту предложили остаться в Медине, чтобы там встретить врага. А молодежь, в основном те, кто не сумел принять участие в Бадровском сражении, рвались выйти им навстречу. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, решил выступить против курайшитов. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел из Медины во главе мусульманского войска численностью около тысячи человек. По дороге главарь лицемеров Абдуллах и Банубай и последовавшие за ним 300 человек сбежали обратно. Таким образом, силы неверных были в четыре раза больше, чем у мусульман. Итак, мусульмане прибыли к горе Ухуд. Посланник Аллаха, да благословит его Всевышний и приветствует, на горе разместил 50 хороших лучников, сказав им, «Что бы ни случилось, не покидайте это место, пока вы не получите мой приказ. Они должны были защищать тыл мусульманского войска от вероятного нападения врага». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал сподвижникам, что если они будут проявлять терпение, они одержат победу. В начале мусульмане стали теснить неверных, которые вскоре обратились в бегство. Мусульмане же преследовали их, захватывая трофеи. Увидев это, лучники, которым было приказано оставаться на своих местах, тоже бросились собирать трофеи. Как бы ни удерживал их старший над ними Абдуллах и Бен Джабир, остались только 6-7 человек, остальные же спустились с горы. Командующий кавалерия язычников Халид бен Валид заметил, что лучники мусульмана ставили свои позиции и вместе с конницей с тыла напали на мусульман. Теперь и те язычники, которые обратились в бегство, повернули назад, и мусульмане оказались в окружении. Они были в замешательстве, не осознавая, кто кого убивает. Некоторые мусульмане пали на поле боя, а другие спаслись. Враги ислама всеми силами и способами старались убить посланника Аллаха, да благословит его Всевышний и приветствует. Сподвижники, которые были рядом с пророком, пожертвовали собой ради спасения любимого пророка, мир ему и благословения. Наклонившись над пророком и стоя спиной к лучникам язычников, они как щиты защищали его от вражеских стрел. Другие пали шахидами, защищая его с оружием в руках. Сподвижница по имени Умму Амарат, защищая посланника Аллаха, да благословит его Всевышний и приветствует, героически сражалась с врагами с мечом в руках. В этом бою она получила 12 ранений. Были среди них и такие, которые умерли, получив 70 ранений. Благородный пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в этот день также был ранен в лицо. У него был выбит зуб, он потерял много крови, вследствие чего оказался не в состоянии даже встать. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, велел сподвижникам подняться на гору Ухуд, недоступную для конницы неверующих. В этом бою был убит также лев Аллаха, господин всех шахидов и дядя пророка, да благословит его Аллах и приветствует Хамза, после того, как он покончил с 30 неверными. Мусульмане потеряли более 70 человек, и на этом бой завершился. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вместе со сподвижниками вернулся в Медину, и они, опасаясь, что враг вновь нападет на город, и, приняв меры безопасности, эту ночь провели в Медине. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение, велел снова выступить против неверных и сказал, чтобы и на этот раз вышли только те, кто принимал участие в последней битве. Сподвижники, несмотря на то, что были очень утомлены и изранены, исполняя веления посланника Аллаха, да благословит его Всевышний и приветствует, вышли на Газавад, битва на пути Аллаха. Когда они дошли до местности Хамра-аль-Асад, язычники, узнав о наступлении мусульман, испугались и покинули эти земли. Из этого также следует, что неверные вовсе не одержали победу в битве при Ухуд. Иначе они бы не сбежали, а напав на Медину, полностью истребили бы мусульман. Арабские историки также утверждают, что битва при Ухуде закончилась победой мусульман, поскольку в те времена у арабов было принято, что победившая сторона должна оставаться на поле и таким образом закреплять свою победу. При битве Ухуд противники мусульман нанесли ему удар с тыла и покинули поле боя. А пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, и его сподвижники остались на горе Ухуд и только потом покинули его. И поэтому можно смело считать, что при Ухуде победу одержали мусульмане. Что же касается потерь, которые мусульмане понесли в этом бою, то они послужили для последующих поколений большим назиданием и уроком. Всевышний Аллах тем самым дал понять мусульманам, что если они не будут повиноваться приказам своего истинного руководителя и совершат газават ради приобретения мирских богатств, это приведет к плохим последствиям. Также в Коране есть аяты, в которых нашли отражение события, связанной с битвой при Ухуде. Как утверждают муфасиры, аяты со 121 по 179 из суры Алимран посвящены этому сражению. Смысловой перевод. Всевышний не бросит верующих в ситуации, в которой они оказались. До этого Он отделит тех, кто творил плохие вещи, от хороших людей. Но при этом Аллах не собирается открывать перед людьми все, что скрыто от их глаза. Всевышний сам выбирает из людей пророков и посланников. Люди же должны уверовать и проявлять богобоязненность. Как их будет ждать вознаграждение и победа? И этот урок, который преподал Всевышний, сыграл большую роль в других делах сподвижников и последовавших за ними поколений мусульман. До новых встреч! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.